Пора заморозков, чередующихся с оттепелью, лучшие условия для гололеда. А он явление крайне опасное. Травмы, аварии, несчастные случаи. Для брещанина Олега Ютчука зимняя сказка обернулась больничными листами и сразу несколькими неутешительными диагнозами. Сотрясение головного мозга и растяжение связок позвоночника. А предыстория классическая. Выходной был. В выходной день он поскользнулся на льду и упал. С кровати встать не мог. Ну, голову поднять. То есть позвоночник, шея, все, болел. Что-то защемило? Да, как нервы защемило. Да что? Зима – время повышенного травматизма. Причиной часто служат гололеды, раннее наступление темноты, скользкая обувь. Ежедневно через травмпункт Брестской городской больницы скорой медицинской помощи проходят от 5 до 20 человек. Далеко не всегда путь пострадавшего начинается и заканчивается в травмпункте. Если травма сложная, после первичного приема и заключения врача пациенты отправляют на стационарное лечение. Отделение у нас всегда, сейчас пока что в последнее время работает напряженно. Плановая госпитализация практически не отменена. Но на 30 койках у нас постоянно получается, приходится добавлять к койке. Лежит больше 30 человек. Такое, чтобы меньше было, такого невозможно. За сутки, ну вот за вчерашний день мы, предположим, положили 9 человек. На 30 койках этот третий состав обновляется. Это достаточно серьезно. Увеличивается количество пациентов и в реанимационных отделениях. Здесь врачи занимаются интенсивной терапией пострадавших от холода. Переохлаждение и обморожение. Диагнозы жизнеугрожающие. В этом году жертвами холодовых травм стали два человека. Сначала пострадавшие чувствуют озноб и покалывание. Наблюдают покраснение открытых участков тела. Следующая стадия – онемение. Одним еще из видов общего переохлаждения. Сейчас у нас погода морозная, но тем не менее лед тонкий – это погружение под воду. И пребывание у рыбаков – иллюзия того, что лед уже хорош. Пребывание там даже единичные минуты вызывает общее переохлаждение. И они поддаются лечению наиболее тяжело. Не каждое отморожение поддается лечению. К сожалению, есть случаи, когда отмороженные конечности приходят компрутировать. Потому что справиться с этим консервативно не получается. Наступившие холода добавили работы Брестским травмпунктам. Но расхожее мнение о том, что зимой очереди у кабинетов детских травматологов становятся длиннее, в Брестской детской областной больнице опровергают. Учереждение работает в обычном режиме. Ежедневно сюда попадает порядка 25-30 маленьких пациентов. В зимнее время дети находятся в организованных коллективах. Поэтому зимой мы имеем немножко меньше травматизма в целом. Поэтому зимой мы имеем цифру где-то 25-35 детей. А летом иногда и до 50 бывает за сутки поступления. Это имеется в виду амбулаторные дети в травмпункте. Синоптики говорят, все прелести зимы горожане еще ощутят в полной мере. А врачи призывают заботиться о себе, правильно подбирать одежду, сезонную обувь и головные уборы. Словом, быть внимательными к собственному здоровью. Если эти простые правила будут соблюдаться, трудности в работе медиков убавится, а здоровье горожан прибавится. Продолжение следует...